20 человек в России ежегодно погибают под лавинами. В связи с этим Госдума хочет ввести штрафы за катание по неподготовленным горным склонам. Однако сами спортсмены считают, что такая инициатива может только навредить развитию спорта по всей стране. А безопаснее в горах от этого не станет. Подробнее в теме разбирался Денис Денисов. То, что сейчас демонстрирует Юлия Захаренко, возможно скоро станет незаконным. Депутат Госдумы из «Единой России» хочет ввести штраф за катание по необорудованным горным склонам. Из этой формулировки следует, что целая дисциплина горнолыжного спорта, фрирайд, может попасть под запрет. По своему определению, фрирайд – это катание по дикой местности. Делается это якобы для безопасности спортсменов. Сам депутат Марат Бориев, судя по всему, имеет мало представления об этом спорте. А тем более о людях, которые им занимаются. Штрафы точно не обезопасят райдеров. И райдеров, так скажем, в данный момент защищают их инстинкт самосохранения. И если будут за это штрафовать, то, я думаю, возможно, кто-то побоится начать это делать. Те, кто этим занимаются уже сейчас и считают это своим, так скажем, стилем жизни, они точно от этого не откажутся. Свою обеспокоенность депутат Бориев формулирует так. Нельзя допустить, чтобы любители экстрима подвергали своей жизни опасности. В то время как словарное определение экстремального спорта гласит, что это спорт, как правило, связанный с опасностью для жизни. Так что те, кто ими занимаются, никогда не ходят в горы одни, а тем более без спецснаряжения. На случай спада лавины и прочих непредвиденных ситуаций. Фридераль считается очень сложной дисциплиной, и новички в ней практически не катаются. Сюда приходят спортсмены с опытом и знанием техники безопасности. Получается, что своей заботой законотворцы могут оказать спорту медвежью услугу. Особенно сибирскому. Наши широты изобилуют склонами, пригодными для фрирайда. Как только там появятся колея и ограждения, это негативно скажется на привлекательности этих склонов. Во-первых, фрирайд хотят ввести в олимпийскую программу сейчас. То есть это один из самых быстро развивающихся видов спорта, дисциплин, в сноуборде, в горных лыжах. Ну, такими радикальными мирами, я считаю, не пойдет на пользу ни в коем случае. Когда нужно, наоборот, помогать развиваться этому спорту, государство решило ввести какие-то дополнительные рамки. Это не есть хорошо. Механизмы отслеживания спортсменов в горах, первая помощь и планы эвакуации – все это райдеры и организаторы туров берут, как правило, на себя. Однако помогать в этом новый закон не будет. Он предполагает только наказание. Денис Денисов, Илья Сенкевич, 7 канал.